Одна из его главных работ многие годы была визитной карточкой Пензы. Автором знаменитых часов, украшавших фасад вокзала Пенза-1, был Виктор Пензин. В свой 78-й день рождения художник посетил малую родину. За десятилетия своей творческой деятельности он создал десятки работ, в числе которых горельефы Лермонтова и Белинского для турбазы Чимбар, иллюстрации к Библии, витражи сказки Ахунского леса, графические серии «Русь», времена первые, времена космические и многое другое. Однако делом всей жизни Виктор Пензин считает возрождение забытых видов прикладного народного творчества. Я считаю, что достижением моей всей жизни – это создание мастерской народной графики, которая занималась возрождением забытого или полузабытого русского лобка, на примерах которого учился великий наш царь-батюшка Петр I. Не случайно в Москве и улице названа, Большая и Малая Лубянка. Это он учился на народном искусстве. Виктор Пензин начал рисовать в пять лет. Ходил вместе со старшей сестрой на занятия в художественное училище. Позже, когда уже сам стал учиться живописи, много времени проводил в залах картинной галереи имени Савицкого. Будучи студентом, мы учились, мы копировали, как в академии. Или вот та девочка, она до сих пор где-то у меня находится, когда я ее копировал. Ну вот этот шедевр, натюрморт, ну что можно сказать, ну нечего сказать. Вот она реалистическая школа. И все-таки гораздо большую ценность, по мнению автора, представляют произведения народного творчества. Традиционная русская культура для художника – это прежде всего основа духовного воспитания. По мнению Виктора Пензина, это единственная достойная альтернатива современной унифицированной поп-культуре. У нас с вами вместе внутри тысячелетние традиции православия, то есть вера в Бога, вера и народного искусства. Народное искусство – это и есть крестьянский дом. А крестьянский дом, в нем находился и икона, и лубок, и обряды, и резьба по дереву. Я не буду перечислять. То есть это у нас с вами уже как бы в генах. И вот это и является нашей внутренней, так сказать, и поэтому я считаю, что наша Россия, она непобедима. Выставки Пензина видели в 20 странах мира. Произведения художника хранятся в 60 музеях, включая Апостолическую библиотеку Ватикана и Берлинский государственный музей, Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Работа автора есть и в Пензинской картинной галерее имени Савицкого. 350-летию сурской столицы Виктор Пензин подарил ей коллекцию из 75 икон, созданных им самим. Роман Осин, Роман Маслов, Антон Комаров, Телеканал Экспресс.